Уважаемые зрители, вашему вниманию представляются итоги деятельности антикоррупционной службы по Акмолинской области за минувшую неделю. По инициативе Кушетауского университета имени Шокана Уалиханова при поддержке агентства по противодействию коррупции стартовал первый студенческий антикоррупционный квест «Антипаракрафт-2021». Участие приняли председатели спубликанской специальной мониторинговой группы при агентстве Айгуль Соловьева, заместитель председателя СМГ Рафаэль Гасанов, руководитель республиканского проектного офиса Санала Орпах Хайран Токушев, руководитель департамента Мурат Целебаев, заместитель Акима области Канад Идрисов, ректор университета Марат Церлыбаев и проректор по социально-культурному развитию общественный деятель Галым Байтук, которые, обозначив важность и уникальность мероприятия, дали свое наставление студенческой молодежи. Антикоррупционный квест направлен на активное вовлечение молодежи в формирование принципов добропорядочности и академической честности. В течение месяца студенты в составе команд факультетов университета будут решать различные интеллектуальные задачи, а в финале квеста победители наградят переходящим призом Кубком Честности. В завершение мероприятия глава департамента вручил лидерам команд удостоверение капитанов честности. Также университет и республиканская специальная мониторинговая группа подписали меморандум о сотрудничестве. Кроме того, в этот день организаторы мероприятия провели круглый стол по обсуждению перспектив дальнейшего сотрудничества в области образования. Вопросы профилактики коррупции в сфере образования рассмотрены и в ходе онлайн-конференции с участием руководителя республиканского проектного офиса Санала Орпах при агентстве Каиржана Токушева, заместителя руководителя исследовательского центра по изучению вопросов противодействия коррупции Академии Госуправления при президенте Республики Казахстан Ержана Жарова, руководителя департамента Мурата Тюлюбаева, руководства заинтересованных госорганов, а также порядка 60 лиц руководящего состава вузов и колледжей региона. Особое внимание участниками уделено обозначенным главой государства поручением об усилении ответственности вузов за нарушение академической честности и коррупции, обеспечению прозрачности распределения грантов и освоения бюджета антикоррупционным стандартам в учебных заведениях. В ходе конференции Кайржан Токушев призвал руководство высших и среднепрофессиональных учебных заведений, независимо от форм собственности, организовывать должную работу в рамках проектов «Саналурфак» и «Адалурфак», Амурат Телюбаев отметил о необходимости активного вовлечения всех учащихся в продвижение идеологии добропорядочности. В соответствии с концепцией слышащего государства, руководитель департамента при участии исполняющего обязанности Акима города Кокшетау, представителей областной палаты предпринимателей и заинтересованных госорганов, принял в антикор-центре предпринимателя региона, обратившегося по вопросу сферы архитектуры и градостроительства. В ходе приема Амурат Телюбаев, подчеркнув, что защита прав и интересов бизнеса является одним из основных приоритетов деятельности антикора, указал руководство города на необходимость устранения административных барьеров для предпринимательства. По итогам обсуждения назначена соответствующая проверка. В целях устранения причины условий коррупции с участием руководства антикоррупционной службы области и Акима Корглажинского района, а также представителей районного Акимата и Акимов сельских округов, в режиме онлайн проведена встреча по рассмотрению внесенного в порядке статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса представления в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц. В ходе встречи участникам разъяснены поправки в антикоррупционном законодательстве, а также отмечено о необходимости усиления мер предупреждения коррупции в местных исполнительных органах. Кроме того, одного из виновных лиц областной совет по этике привлек дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, а также рекомендовано рассмотреть вопрос об освобождении от должности Акима сельского округа. Первый заместитель руководителя департамента Арман Бердалин посетил Зерендинский район, где совместно с районным Акимом провел прием граждан, а также в рамках мониторинга ознакомился с ходом строительства новой школы. В целях формирования принципов добропорядочности среди подрастающего поколения Арман Бердалин провел семинар для учащихся лицея интерната Белем Инновация. А в интервью с известным журналистом и поэтом Саяном Ежаном Арман Бердалин рассказал об актуальных вопросах противодействия коррупции в регионе. В рамках установления конструктивного диалога с населением на площадке проектного офиса Ахмала Адалдах Аланэ заместитель Акима области Аскар Муратулла принял жителей региона по личным вопросам. О принимаемых мерах по профилактике коррупции в прямых эфирах проекта «Антикорлайф» выступили Аким Абкольского района, заместители Акима города Сепногорск, руководители областного управления физической культуры и спорта, управления государственных доходов по Бурабайскому и Ерементаускому районам, отделов по чрезвычайным ситуациям Егиндекольского и Бурабайского районов, а также Ерементауского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля. В выпуске телепрограммы Адалдах Аланэ проректор Кухшетауского университета имени Шукана Уалиханова член Республиканской специальной мониторинговой группы «Галым Байтук» рассказал об антикоррупционном воспитании студенческой молодежи. Проведены встречи по разъяснению антикоррупционных новелл с Департаментом полиции, а также профилактические семинары с госорганами и учебными заведениями. Уважаемые граждане, если вам стало известно о фактах коррупции, просим обращаться в колл-центр агентства 1424. С выпусками новостей Департамента можно ознакомиться на аккаунтах в социальных сетях, указанных на экране. Благодарим за внимание. До следующей недели на антикор.ньюс.